Здесь чувствительность аппарата по изменению параметров вентиляции. Если, допустим, кредитные не наступают, высокие становления в дыхательных путях, аппарат нам сразу сообщает. Новый аппарат искусственной вентиляции лёгких только начал работать. Врачи знакомятся с интерфейсом и особенностями оборудования. Важно протестировать работу по всем параметрам, чтобы быстро настроить аппарат под любого тяжёлого пациента. Ведь уже сегодня этот ИВЛ начнёт спасать жизни. А пока искусственную вентиляцию испытывают на тестовых лёгких. Вот этот аппарат мы буквально час назад собрали, вот сюда привезли на аппарацию. Смотреть, получится на нём работать, потому что интерфейс несколько другой. К нему надо привыкнуть, посмотреть, все параметры проверивать, потом уже работать с больными. В медсанчасти АПО привезли шесть таких аппаратов ИВЛ. Новое оборудование для врачей – ценный подарок. Сейчас в реанимационном отделении больше 20 пациентов. Всем нужна неотложная помощь. И искусственная вентиляция лёгких необходима пациентам в любом критическом состоянии. Мы принимаем пациентов с другими неотложными состояниями. И с инсультами, и с инфарктами, и с травмой. И при всех критических состояниях развивается дыхательная недостаточность и требуется респираторная поддержка. Это оборудование нам сейчас очень необходимо. И мы, конечно, сможем спасти много жизней. Работе с аппаратами ИВЛ реаниматологов обучили ещё весной, в период первой вспышки ковида. Остальное оборудование соберут в ближайшее время. Его установят в трёх отделениях реанимации. Сейчас медтехнике хватает, но расслабляться нельзя. Ведь если заболеваемость продолжит расти, аппаратов ИВЛ понадобится больше.